Металл, вначале он только кажется холодным, где-то по одиночке может быть. А когда его собираешь и вкладываешь душу, он оживает. Живая настолько, что одна знаведовальниц выставок Сергея Портянкова у России одной че выказалася. Тут представлено тое, что можно будет убачить у природной масяродди про сто годов. Железных справмайстер да и новое житё и махчимость стать творами мастатства металличным трубкам с пружином, винтам, а дей целым механизмом. Я стараюсь, чтобы они были похожи на всё-таки застывшие какие-то вот... Вот они сейчас заведутся, вот они сейчас что-то задвигаются. Но они, конечно, не задвигаются. Они статичны. Но я хочу, чтобы они так думали. Железные детали Сергею несут сябры и знакомые. Ведают, процесс творчества маэстро практически неспынны, як и работа над вобразом. Завсёды ёсь с покуса нечто приунести, дополнить. Сегодня у Сергея Портянкова больше, як два десятки выставочных работ. Жуки, драконы, рыбы и динозауры. Над нікоторыми майстер чароваў по целым годі. І інші склаліся ў характер за 3-4 місяцы. Але кожна з їх забрана з допомогай простага крапяжу, винта і гайки. Сложные работы, они привлекают и масштабностью, и вообще объём работы, он как-то так и завораживает, и пугает. Всё это одновременно, и когда он у тебя получается, и когда ты над ним работаешь, конечно, получается какое-то и большое удовольствие, и больше переживаний. Меж тым, ў планах гомельского майстра стварыння новых компазіций, у яких, окрамя металла, знудзіцца місца і іншым матеріалам – древу і шклу. Ален Траценка, Яуген Макеенко, Сергей Лукашук, телерадиокампания «Гомель».